Экспонанты выставочных каналов и скульптуры являются музейным экспонантом и прикасаться не разрешается. Любезно напоминаю, что гулять можно только по аллеям. Наша экскурсия недавно началась с вашего разрешения с последнего года. Пройдемте. Спасибо. О, птицы, может, жениться, работают. Это у нас Кыргызская деревня, единственное место, где можно пройти по гостям. Родя, где ваша экскурсия началась именно так? Деревня Кыргызская. Здесь ваша группа, ваш гид-экскурсов, Джазбург. Присоединяйтесь. Спасибо. Канат левое крыло, ломка на правое крыло и чпилик полгары внутренние. Здесь вы можете увидеть вот именно горнейшие племена, которые, в свою очередь, развляются по родам, по мельчайшим родам. Вы, наверное, некоторые из вас уже нашли свое племя и род. Что-то я не вижу. Вы скажите, в каком месте поищем? Название. А? Название. Название. Уважаемые гости, здесь вы видите четверкоязычные народности. На ветхах вы видите народности, которые являются предками нынешнего поколения. На корнях те, которые являются предками наших предков. Даже, наверное, пра-пра и предками. Обратите внимание, что все эти, многие из этих народностей являются кочевым народом. У каждого народа являются свои традиции, свои именно игры национальные, обычаи и так далее. А когда наши войска возвращались с войны, у нас обязательно устраивался праздник. И в честь этого устраивали игры. Уважаемые гости, давайте собираем одну из этих игрок. Вам надо будет разделиться на две группы. Уважаемые гости, давайте собираем две группы. Давайте наоборот поедем. Уважаемые гости, которые вы видите. Камни, я в стране, в стране, в Великой Божьей Восстан, Анатюра. Анатюра. Когда он возглавился в очередной поход, сказал своим войскам, «Взять по одному камню и отправить кочу». А когда же поврещался в этой раунской зал, «Взять по одному камню и взбор этой кочи». И это Саша с рекоменом понял, сколько войскам потерял на этой войне. Не приказал оставить, как памятник погибшим войскам. И этот памятник по сей день стоит на территории Соколия, где на Секуле. Взять по одному камню и взять по одному камню. Секуле не будет. Взять по одному камню. Взять по одному камню и взять по одному камню. И в тот же момент, когда Руслан Белла был кривиминелем, на самом деле не беруходить в городе. Потому что его дедушка сказал ему, что его отец везет на белом прохладе. А Вайкмадев покатил в этом масте, в сути, что будет в ходу, что детство, которое в современном и считает. Такого же мастерка мы увидим с вами, где есть герои, среди денег и тет, и пусть и крайные мастеры. Он за своим остеом и дедушком пробляет официально моржей, но из-за ценностей назначалось, что георитетом. И в этом скульптуру он дал ему поездку, не положившийся усилия, он принесет это рапожание. И то, что он в нашем канале, которое было именно благословительным, это название, что он внуки в толстую недвижимость и дальше в детстве. Субтитры создавал DimaTorzok И здесь вы видите его книги на разных языках. И с этой стороны вы видите письма о данных краях, которые были передачу в Зайд Матова, о том, что они перевели и издали его книги. Дальше вы видите здесь книги, посвященные самому писателю. И благодаря ему письму от Влада Матова за популярные графики его предведения. Уважаемые гости, а вы обратите внимание, здесь вы видите, что в парке я самому писателю. И знаете, с какого ракурса вы посмотрите, и вам ракурса следует добавить. Уважаемые гости, здесь вы видите изображение гостей. Уважаемые гости, это Хантон Григорьев. И эти же гости, в своих произвижениях, и дочь в века третий. Эта картина была выполнена в стиле литв. Уважаемые гости, сейчас вы обратите внимание, здесь две картины, посвященные его произведениям. Первый учитель, главный герой Дещони, одна из научных, Алтинай. А с этой стороны, Джанния. С главным герой Джанния, главный герой Джанния, Дальше как, который описывает его произведение мальчика. Дальше, дальше. 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 Его произведение оценивается актуальным. В инфекратах умел проводить полную грань, безочеловеческого животного мира. К примеру, можно взять его произведение папа, где описывается волчая семя и человеческая семя, и оба эти семья делаются в инфекции. В основании человека волчая семья теряет своих экспозиционных шеек, и волчица жила обомстить за это человеку, крадет ребенка Болсона, главного героя. А когда она уносила ребенка Болсона, Болсон желает спасти своего ребенка, следает волчицу, и на самом деле попадается за его ребенка. И, уважаемые гости, здесь на выездном сентябре посещались именно этому произведению. Но ребенок не знал, что его дедушка обманул его, он разочаровался. Он разочаровался, но он не разочаровался своей жизнью, не с крымом году, которая никогда не разочаровалась его. Он там не будет строить. Она его находит, а он уже был на курсе, он не узнал ее. И тот, что хозяин враг, приказывает ему купить свою жизнь. А он-то не знал, что это его мать, и не хотят этого делать. А эта стрела, от которой он отмотливается, является складной проблемой нашего времени. Говорит не только наша молодежь, но и помогут. Говорит не только своих историй, но и своих предков. И все будет, как говорится. Говорит, он устраивал форекс в среде этих ученых, присутствовал ученых из Ифонии, который поблагодарил Чензайд Мадуа за это произведение. И сказал, что он эти произведения предоходил в наше будущее. Говорит, мы гости. В этом году Чензайд Мадуа исполняется 90 лет. И в прошлом году, через это проходил синхронный пультер. Вот этот второй синхронный пультер. И сейчас мы с вами также пройдем, как мы не имеем. Первое предково посвящается произведению Пуаха. Здесь появятся женщины мать и волчицы мать. Их обеих объединяется ребенок. Точнее, чувства хотели ребенка. Мы тебе не сказали больше. Чензайд Мадов также умел описывать легендами. Здесь появится было облако Чензайд Мадуа. И вот эта легенда. Чензайд Мадуа, когда захватывал землю, он еще и еще хотел захватывать. За что его покарали небеса. И ясный день за ним следовало вот такое вот белое облако. Дальше. В этом же произведении описываются животные. Животные он везде описывал. Во всех своих произведениях. И здесь вы видите именно структуру, посвященную произведению Прощай Гуль-Стары. Лошадь Гуль-Стары. И здесь везде было много героев Румабая. И в этом произведении описывается их дружба. А здесь, уважаемые гости, мы с вами увидим ту самую волчью семью из Плайки. То есть Тайнар и Афбара, которые потеряют своих выводков. И вы можете заметить силуэт человека между ними, которые говорят об их потере. Ведь именно по вине человека они теряют своих выводков. У нас есть такая легенда про мать-волчицу и мать-олениху. И оба эти матери теряют своих, а точнее, спасают человеческого ребенка. Здесь вы видите мать-олениху. Это легенда описывалась в произведении «Белый параход». То, что мать-олениху спасла маленького ребенка, дала ему шанс выжить на этой земле, но этот мальчик не оценил этого. Тем самым он бросается в воду и погибает. Вот произведение, чем заяк Матова, маленький мальчик это вообще умножает. Какая мать-олениху? Все человеческое. Тайна, где-то видите, женщин полваная. Ее муж, ее крылья сновей, отправляется на фронт. И никто из них не возвращается. Оставшись одна, она начинает разговаривать с Полем. А эта Поля видела все, что происходило до войны. И она вспоминала, сидела и разговаривала. И то, что она разговаривала, говорит нам о том, что наши дети имели язык общения с природой. Были в гармонии с природой. А сейчас эту гармонию, эту природу, из них этот язык мы утерялись. Для этого подтверждение в горах Антенгрии. Обратите внимание. Эти горы мы с вами видели в доме музея, чем заяк Матова. Красивые горы. Ну а здесь, вы видите, она белявая. Все это сделало человечество, как бы добывая полезное ископаемое. Тем самым мы должны понимать, что портят свою природу. Далее здесь вы видите скульптуру. Опять же, Танаба и гостя Ры. Здесь Танаба плачет и раскаивается в прошлом. И обнимает гостя Ры. А это уже было после, потому что гостя Ры здесь не нравится. Также, уважаемые гости, раскаивается во всем. И здесь мы с вами увидим такого же раскаившего Сергея Ломана. После того, как он убивает свою мать. Он придет и раскаивается стадиидом. Обратите внимание на его голову. Вы увидите ту самую шапку из звертежей кожи. Привет! По легенде платок его матери превращается в птичку. Эта птичка висит на его коленях. И она как бы не поняла. Вспомни, что ее отец Донанвай. Донанвай. Но мальчик слушает ее и не понимает, о чем эта птица. С одной стороны он застаивается, а вот и подвиновно с той стороны он не понимает, зачем, что и что. Каждый человек всегда раскаивается, приходит в мочестве, монастыри, церкви, и может запросить прощения Бога. Поскольку наш комплекс, этот духовный центр, построили себя часовень, посвященный пяти мировым и регионным конфессиям. Уважаемые гости, во время нашей экскурсии мы с вами посетим каждый из этих часовень. И каждый часовень имеет свой свой запах. Каждое часовень имеет свой запах. Для нашей экскурсии, конечно же, мы будем с вами сравнивать это все. У нас в Числавных имеется черная дыра, которая очищает человека от негативной энергетики. Черная дыра испаряет космос. Опять же, уважаемые гости, уважая правила из этих религий, мы с вами будем соблюдать все правила. Сейчас мы с вами пройдем православную часу. Здесь есть такое правило. «Нельзя остановиться в финансе изображений с шерстью и иконами». плядь летят. «Нельзя остановаться» снимать их в условиях «Я не запахла». «Я не допустил». «Я не допустил». Жанна Грозис, да, вам показать первые детей, которые были внесены под дневной его иконой. Эта икона она купилась в дексте, когда освещенный сочувствованием, он присутствовал в своей сочувствии. И он купилась в качестве подарка. Эта икона была освещена патриархом московским Сей Арчи Алексеев II. И его предыдущие детей в Сейс-Миве, он был действующим патриархом, когда именно в этой сочувствии. Эта икона наша в Чистоте посвящена в Чистоте Экономию Анастасии Ударишитинской. Поскольку вот эта сочувствовая единица, наимная единица, была в Чистоте Экономии Анастасии. И ее икона, видите здесь, икона Сибири Коми, в Чистоте Экономию Анастасии Ударишитинской. Также, уважаемые гости, здесь в Сейс-Миве, Добрый Дэн Цепир, селегатым постамец Владимира Анастасии Ударишитинской. Также после его иисуса Вересия, в Сейс-Миве, который попался в Сейс-Миве. Уважаемые гости, вот та самая черная пила, чтобы отчистить 100 дней на Динарина Альгельский, а надо только пройти в позднее. Дальше разнометенная диапазона. Сейчас мы с вами пойдем встречать в Сейс-Миве, будем сравнанее в Сейс-Миве. Пойдемте. 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 У нас было поворачивание со христианами. Какие правила? Какие правила? Это джайна масса. У нас тут парень и запах, потому что приезжает здесь мама. Читают на нем молитвы. Также, уважаемые гости, в самом центре видите обложку книги Курана, священной книги из Ислама. И это единственное число, где нет изображений, поскольку по религии это допущено. Здесь есть два вопроса, которые представляют течение ислама. Шиизм и сунизм. В каждой религии имеется глава духовенства. Исламе становится халифом. Исламе считают, что халифом должен стать именно пустом от троих аминометов или же его дядя Али. А в сунизме считают, что халифом должен стать тот, кто этого достойный. И в этом все различие. Те, что уже не будет, станут вылупы изготовить. Помоги, супер! Уlüler Баби�� Я Сınагин Крылья Илья Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Иуду. Иуду. Да, ну давай. Пожалуйста, спросите онлайн. Он как бы сейчас смог играть глаз и просто смотреть на себя. А так вот и не делаем. И вас можно было взять поздравить. Здравствуйте, говорите, что все витераны так же и надо говориться. Кто-то верил в Бога. Всех призвали именно к атеизму. Наш народ именно по этому верил и в нас заобидал и наших руководителей. А дикторейцы как у ПФС. Здесь мы с вами увидели. Обратите внимание, что вы видите диктупа Абрахманова. Чтобы оправдать доверие нашего народа, в 1936 году он отказался выполнять в высшем планках хлебозаготовки. Потому что в 20-е годы во всех странах спасали Советского Союза был голос. И что были все призвуки народа. От голоса он отказался поведет. И все время на масло переключились другие народы. Чтобы нашли спасение здесь. А зато его отключили. И в карте лишили должности. И на его место пришел Боевый Стофеев. Который продолжил съездить, чтобы Абрахманова. Но и флаги от 1928 года репутировали. И тогда после него на должность уходит киска от Азака. И у нас, в Киеве Стофеевого народа, есть такие диктупы, в городе, в городе, в городе. Нет Абрахманова. Нет Абрахманова. Нет Абрахманова. Нет Абрахманова. Силы на Возвращения. Я буду в Систем. Силы на Возвращения. На Систем. Всегда надо знать себя. Боевые мальчики. Дом в остановении чем-то от Блюда. Несла большой вклад. Наша правительница. Бам summers на 2. Она даже здесь независима в какой технике с такого радостью. Вы посмотрите. И он все равно будет смотреть на вас. А вот эта ее сила, мужество и храбрость, она и ображена внутри наших холестов «Богучий двор». А темный фон за ней говорит о тяжелой жизни на его свадьбе нас. Также с этой стороны, уважаемые гости, мы с вами увидим именно запад Караваев, председателя Эпсамоназ. За ним также изображаем черный фон, потому что он когда рассказывал эпос Моназ, он рассказывал о воинах, о наших оберах, о наших богатыри. Вот они спасают наш народ. И в то же время наш народ же, жизнь была народом струдной. И это даже царапия именно этой бурной.